Идём. Добрый день, уважаемые клиенты. Добрый день. Слышно, видно? Ну, пожалуйста, нажмите огонёк. Вот внизу презентация справа, если слышно, видно. Спасибо. Я всех вас приветствую на новой рабочей неделе. И попробуем сегодня разобраться с нескучными финансами. Ну, не обещаю, что будет прям вот так вот весело и огненно. Я хотела бы сегодня сделать такой обзор всех наших вебинаров, которые мы уже прошли. Да, рада всех приветствовать. Можете в чат писать вопросики. Спасибо, Анастасия. Которые мы прошли, и выработать с вами такой алгоритм, по которому вам лучше всего работать с детьми. Мы будем сегодня говорить и о детском саде, и о школе. Ну, такой вот обзорный вебинар. И поговорим, конечно, и о технологиях, и о компетенциях педагога, и где знакомятся с опытом преподавания финансовой грамотности в дошкольных учреждениях, в школы. Кроме этого, и детдома, да, то есть дети-сироты. И кратко могу дать ссылочки, куда библиотекам пойти, чтобы поднять уровень финансовой грамотности и заинтересованности, какие мероприятия проводятся на уровне вообще библиотек, какие конкурсы. Вот буквально завершается конкурс библиотек, где можно было грант выиграть до 500 тысяч рублей. Обо всем этом поговорим. Можно немножко познакомиться сегодня с аудиторией, чтобы я знала точно, у меня много новых здесь слушателей, или уже те, кто слушали предыдущие вебинары. Если вы уже слушали вебинары, поставьте, пожалуйста, плюсик, если вы из моей аудитории, которая уже была на предыдущих вебинарах. Можно, если вам несложно, поставить плюсик в чат. Так, замечательно, у меня уже аудитория, вот кто был, да. А кто сегодня первый раз, можете поставить, ну, нолик или минус. Угу, то есть у меня аудитория сегодня смешанная, да, то есть я смотрю. Угу, рада приветствовать всех, с кем я не знаю. Ну, давайте тогда кратко пару слов о себе, не люблю много слов. Я думаю, вы можете познакомиться в группах, когда я вам ссылочку сброшу на наше сообщество, которое мы уже развиваем, оно растет у нас уже больше полутора, ну, где-то полторы тысячи, как минимум, у нас педагога в нашем сообществе по финансовой грамотности для педагогов и родителей. Я вас всех приглашаю в наше сообщество. Кратко о себе вы вот можете здесь прочитать. Я занимаюсь финансовой грамотностью, ну, в принципе, все время, да, своего образования. Но сегодня мы говорим не только с точки зрения научной финансовой грамотности, а именно финансовой грамотности каждого гражданина и то, чему мы должны обучать детей по финансовой грамотности. Угу, спасибо огромное за такой отклик в чате. Я очень рада, у нас такая живая аудитория. Я вас, ну, немножко позже там сброшу вам ссылочку. Давайте чуть-чуть поговорим на такую скучную тему, потому что мы с вами педагоги, и мы четко должны понимать, на чем основывается финансовая грамотность и почему мы должны обучать финансовой грамотности детей. Итак, у нас с вами вообще стратегия повышения финансовой грамотности была принята в 2017 году распоряжением правительства. Но до 2017 года по инициативе Минфина с 2011 года у нас была и есть программа содействия повышению финансовой грамотности именно Минфина Российской Федерации. В рамках этой программы, ну, вот в 2011 году было выбрано 9 пилотных регионов, которые развивали финансовую грамотность, где, я думаю, что вы тоже участвовали. Возможно, вот многие из вас, кто сегодня присутствует, вот из этих регионов, именно как пилотные регионы развития финансовой грамотности, потому что участвовали и детские сады, и школы, и в целом подразделения, региональные подразделения Минфина. Были и грантовые различные проекты. К сожалению, сейчас уже многие проекты закрыты, но дальше идет развитие дальше. И вот за эти годы, с 2011 года и даже раньше, очень много материала накопилось, именно образовательного материала. И наша страна не на самом последнем месте, да, вот по уровню финансовой грамотности. И пример нашей страны перенимают даже в других государствах. Потому что действительно опыт именно обучению функциональной финансовой грамотности в нашей стране достаточно такой вот накопился большой. Смотрите, по документации, то есть на что мы сейчас ориентируемся? Мы ориентируемся уже на стратегию повышения финансовой грамотности, в которой разработан план мероприятий, реализации этой стратегии. Разработана дорожная карта именно по включению финансовой грамотности в образовательные организации. То есть почему мы должны детей обучать финансовой грамоте, мы вот этими тремя документами мотивируем. Кроме этого, у нас новые проекты государственных образовательных стандартов по всем уровням образования уже включены направления по финансовой грамотности. Нет, отдельная дисциплина финансовая грамотность не включает, то есть вот прям как отдельного предмета. Но прописаны в рамках каких предметов, это я про школу имею в виду, мы можем преподавать финансовую грамотность. Школьное образование, все уровни школьного образования, все уровни СПО, у нас и образование именно финансовой грамотности, обучение финансовой грамотности в детских домах. У нас есть федеральный методический центр, который занимается именно всеми уровнями школьного образования и СПО. Это федеральный методический центр по развитию финансовой грамотности Высшей школы экономики. Дальше в презентации ссылочка на него есть, на его ресурсы. Этот центр имеет региональные центры, и в рамках этих центров все школьные учителя, учителя техникума могут проходить бесплатное повышение квалификации в рамках программы этого центра. Но там идет от уровня регионов. Кроме этого, финансовую грамотность регулирует у нас кто? У нас есть региональные институты развития образования, ИРО, да, так мы знаем сокращенно. В рамках этих ИРО ежегодно пишутся методические рекомендации в соответствии с ГОС для всех уровней образования, включая дошкольное образование. И вот в рамках институтов регионального развития образования тоже есть подразделения, занимающиеся центры, занимающиеся финансовой грамотностью. Вы в своих регионах тоже можете именно в эти центры. Что еще? Еще последние направления – это курирование финансовой грамотности дошкольных учреждений, школьных, СПО и ВУЗов в рамках программ Банка России. То есть заключены договора Банка России с региональными министерствами образования. И вот в рамках этих договоров есть пилотные или опорные так называемые садики, то есть дошкольные образовательные учреждения, школы и ВУЗы. Это все можно найти на портале Банка России, финансовая культура. Мы тоже об этом будем говорить. На что мы обращаем внимание по документам еще? Ну, все мы знаем, что есть закон об образовании в Российской Федерации. Сейчас к нему последние у нас принимаются, к нему изменения приняты закон о просветительской деятельности. Будем тоже следить за его развитием. Есть проекты федеральных государственных образовательных стандартов по уровням образования. И для ВУЗовских многих уже направлений, бакалавриата, разработаны универсальные компетенции по финансовой грамотности. Тоже обратите внимание, каждый по своему направлению, если у нас есть здесь преподаватели ВУЗов. Ну, все остальные, да, у нас учителя и педагоги в любом случае ориентируются на профстандарт педагог. Почему я его сюда вывесила? Потому что по уровням образования дошкольного и всех уровней школьного образования и среднего общего образования. И отдельно я для педагогических работников имена дошкольного образования обращаю внимание на методические рекомендации Министерства просвещения, которые разработаны в 2019 году. Вот ссылочки все активны. То есть можете с ними знакомиться. Мы еще в рамках нашего вебинара будем к ним обращаться. Ну и не скучно, это всегда скучно. И мы с вами, педагоги, никуда не уйдем мы от компетенции, от компетентностного подхода, который охватил, в принципе, практически все уровни образования. Ну, мы с вами знаем. Знания, умения, простите, навыки – это все, из чего складываются компетенции. Не буду вас долго грузить, сама не люблю эти скучные понятия, но я бы обратила внимание на такой алгоритм, который, изучив различные методические рекомендации, в том числе и Центра финансовой грамотности, Федерального центра финграмотности Высшей школы экономики, я бы вас ориентировала на такой алгоритм. Чтобы обучать финансовой грамотности, нужно обратить внимание на свои именно компетенции вот по таким направлениям. В целом, что такое финансовая грамотность, как вы умеете проектировать программы обучения, и третье направление – как вы умеете из уже существующих материалов делать подборку к вашим программам обучения, то есть пользоваться ресурсами, которые уже разработаны, и мы сегодня о них поговорим еще раз. И четвертое направление – это умеете ли вы разрабатывать самостоятельно игры, сценарии мероприятий, спектакли, викторин и так далее. То есть четвертое направление сегодня мы очень кратко затронем, потому что, проводя опрос в группах в нашем сообществе, большинство преподавателей все-таки отвечало на вопрос, что они пользуются ресурсами, которые уже есть. То есть третьим пунктом мы сегодня тоже ему посвятим внимание. Итак, если мы говорим о нас как о людях, то есть что такое человек в экономике? Говоря о финансовой грамотности, кто же такой финансово грамотный человек? То есть мы должны с вами понимать, что роли человека в экономике, они абсолютно различны, начиная с семьи, то есть с домохозяйства, когда мы говорим о домохозяйстве как об отдельной такой ячейке, как говорят общества, то есть начинается вся экономика именно с домохозяйств, то мы даже в домохозяйстве, то есть в нашей семье мы выступаем как производителем каких-то продуктов, так и потребителем продуктов. Если мы говорим уже шире об экономике, то мы можем о себе говорить производитель товаров и услуг, либо работник, который работает. У нас есть какая-то собственность, мы в роли собственника, в роли инвестора, если мы вкладываем не только в свою собственность, но и развиваем другие предприятия, то есть участвуем в инвестициях. Покупатели, потребители, то есть абсолютно различные роли в экономике. Как же об этом, обо всем говорить именно детям? Что же такое финансовая грамотность? Обычно на этом слайде я даю определение, определение из стратегии повышения финансовой грамотности. То есть когда мы говорим о финансах для детей, мы не говорим о том, что мы будем преподавать какие-то глобальные базовые экономические познания. Нет, мы спускаемся на уровень финансовой грамотности обычного человека, то есть как мы умеем управлять своими финансами, как мы умеем работать с финансовой информацией. Сегодня достаточно огромное количество различных финансовых услуг, начиная от чего? От того, что у нас в принципе изменились все расчеты. Вот скажите, наличные расчеты, даже по исследованиям, то есть уменьшилось количество наличных расчетов, я сейчас не буду говорить об особенностях пандемии, но тем не менее большинство россиян перешло на безналичные расчеты. То есть мы пользуемся банковскими картами, мы пользуемся сейчас системами оплаты с телефонов, то есть включая вот эту НФС-систему. Сейчас у нас появилось бесплатное перечисление платежей, система быстрых платежей от Банка России. Как успеть вообще со всем этим знакомиться? То есть чтобы преподавать детям вот именно финансовую грамотность, базовую финансовую грамотность, мы должны для себя сформулировать то, что финансовая грамотность — это именно умение работать с информацией, умение использовать эту информацию ежедневно. Для чего? Для того, чтобы управлять своими финансами. И конечный итог любого финансово грамотного человека — это достижение какого-то финансового благосостояния. На уровне вообще, на мировом уровне существует такой показатель, как индекс финансовой грамотности, который раскладывается на компоненты. Посмотрите, пожалуйста, знания, навыки, то есть как вы умеете эти знания применять, и ваши установки, то есть как вы достигаете своих финансовых целей. Можете познакомиться с отчетом Минфина за 2018 год. Сейчас у нас индекс финансовой грамотности за позапрошлый год 12,37. Всю эту информацию можно найти на сайте Минфина, то есть познакомиться с этими отчетами, а также на сайте НАФИ, аналитическое агентство НАФИ, где мы говорим о портрете уже даже финансово грамотного человека. Вот я вам ссылочку сейчас сбрасываю, посмотрите, можете скачать эти отчеты. И еще, кроме этого, мы говорим о портрете именно цифровой финансовой грамотности, когда умение работать именно с цифровыми ресурсами, то есть это с онлайн-банками, это с кабинетом госуслуг и так далее. То есть мы сейчас многие услуги можем получать в электронном виде. Это тоже финансовая грамотность, потому что многие из этих услуг именно финансовые. Так вот Россия у нас по данным 2018 года, по исследованию организации ОСР, то есть организации развития экономических отношений сотрудничества, Россия была на девятом месте по уровню финансовой грамотности среди стран, вот двадцатки стран. То есть это где-то примерно посредине. Да, я согласна, да, Оксана, что живые деньги, безналичный расчет. Ну, живые деньги у пожилых, но тоже, извините, у меня есть родители, у меня есть родители мужа, и я вижу, что малая часть этих денег, именно у них тоже как наличный расчет, тоже хранение денег идет на безналичных расчетах. И давайте мы с вами пройдем по уровням, да, так что же подразумевается в стратегии финансовой грамотности под финансово-грамотным гражданином. На первом месте, ну, пройдите, пожалуйста, по исследованиям. Да, здесь была Франция в 2018 году, но пока исследований новых нету. Это вот одни из последних исследований, на которые я вам даю такие ссылочки. Так вот, стратегия финансовой грамотности подразумевает, что любой гражданин должен уметь что? Следить за состоянием своих финансов, планировать свои доходы и расходы, ставить финансовые цели, ну, понятно, что искать финансовую информацию и так далее. Так вот, вот эти вот направления мы переносим на преподавание именно финансовой грамотности. Но на что мы должны обращать внимание? Когда мы говорим об умении проектировать программы, о том, что мы должны соблюдать именно возрастные рамки. Что об этом нам говорит законодательство? Смотрите, обратите внимание, я сегодня, ну, такой еще раз повторяюсь, такой общий обзор из всех предыдущих вебинаров, чтобы проверить свою компетенцию, да, именно в области, как бы, финансовой грамотности, разработана такая единая рамка компетенций по вопросам финансовой грамотности. Эту рамку вы можете найти для взрослого населения вот по первой ссылочке, для школьников, вот она здесь, вторая ссылочка, школьников имеется в виду 15-18 лет. Какие же направления у нас финансовой грамотности? Обратите внимание, предметные именно области финансовой грамотности, которую должен знать каждый человек. Я сейчас не говорю пока о дошкольниках, мы к ним перейдем немножко позже. Мы говорим уже о школьниках, которые заканчивают 9 класс, да, вот от 15, ну, и 11 класс от 15 до 18 лет, ну, и, как бы, базовая финансовая грамотность взрослого населения. Естественно, доходы, источники доходов, то есть, это что у нас, заработная плата, стипендии, прочие доходы. Сейчас огромное внимание уделяют доходам именно от предпринимательской деятельности. Вы знаете, что у нас открыто уже практически по всей стране налог на профессиональный доход или так называемой самозанятость, да, то есть, когда вы, работая даже на основной работе, можете параллельно открыть себе самозанятость и подрабатывать, ну, не знаю, учителя, репетиторством, какие-то там хендмейт, да, и так далее, то к самозанятости есть строго определенный перечень, чем может заниматься. И даже можно открыть индивидуальное предпринимательство, если вы не хотите платить страховые взносы, то тоже можете перейти на режим индивидуального предпринимателя, как плательщик налога на профессиональный доход. Там тоже есть свои ограничения. Кроме этого, что мы имеем в виду? Финансовое планирование бюджет семьи, личные сбережения, накопления, они возможны только в каком случае? Только если наши доходы превышают наши расходы, и мы правильно умеем управлять нашими расходами. Это одна из самых главных компетенций. И вот это вот, ну, назовем ее самодисциплиной, да, потому что независимо от того, какие у вас доходы, их могут, они могут быть, измеряться там в десятках тысяч рублей, могут в сотнях и даже в миллионах, в миллиардах, потребности и желания, да, всегда растут, несмотря на рост доходов. Потребности и желания всегда выше. И еще неизвестно, кому проще, миллиардеру, миллионеру или простому человеку, да, контролировать свои потребности. Так вот, личные сбережения возможны только, если у вас строгий контроль ваших потребностей, и вы четко понимаете свои финансовые цели, их горизонты, планирование этих финансовых целей. То есть в зависимости от того, какую цель вы ставите, вам нужно купить квартиру, вам нужно, допустим, там оплатить лечение, обучение и так далее. И уже подбираем потом инструменты, да, потому что вот кредитование, инвестирование, страхование, я бы отнесла уже к инструментам управления финансами. Кроме этого, вы должны понимать уровень рисков и финансовой безопасности, используете финансовые инструменты, ну и, соответственно, знать свои права потребителей финансовых услуг. Ну и кроме этого, естественно, базовые знания экономики и азы финансовой арифметики. Как же себя проверить? Обратите внимание, что если вы пройдете по ссылке для ознакомления с рамкой компетенции по финансовой грамотности, у нас были отдельные вебинары на эту тему, то вы увидите, что каждая предметная область разбита на знания, понимания, умения, поведения и личные характеристики установки. Ну, то есть для именно оценки уровня финансовой грамотности в целом отдельного гражданина, ну и в целом уже по стране, да, и по различным странам. То есть рамка разработана в соответствии с международными стандартами. И компетенции финансовой грамотности любого человека разбиты на базовый уровень и на продвинутый уровень. И в рекомендациях Высшей школы экономики по обучению преподавателей, по курсу повышения преподавателей именно с использованием интерактивных технологий рекомендуется делать самодиагностику преподавателю, да, вот по тем направлениям, по тем четырем направлениям, о которых мы с вами говорили. Как облегчить эту самодиагностику? Вы же не будете сами составлять себе тесты. Уже все разработано, только нужно уметь пользоваться этими тестами. Так вот, у нас на портале Ваши финансы, сейчас, кстати, портал меняется, в связи с тем, что перераспределение ролей различных федеральных центров, у нас принято постановление правительства о создании пяти федеральных центров по повышению уровня финансовой грамотности преподавателей, взрослого населения, преподавателей различных уровней. Сейчас чуть-чуть меняется перераспределение, насколько я вижу, перераспределение между этими федеральными центрами. И на портале Ваши финансы, раньше он назывался «Дружи с финансами», немного поменялась структура информации. Об этом я еще буду говорить в группах. Так вот, смотрите, если вы пройдете, вот она ссылочка здесь внизу, по этой ссылочке, то есть если вы хотите пройти, ну, просто такую общую диагностику, то вы попадете на портал Ваши финансы. Единственное, что от вас потребуется, чтобы прямо пройти по этой ссылочке, вам нужно будет, вот обратите внимание, я зарегистрировалась на этом портале как учитель. Ну и вот вчера пыталась там, да, пройти пару вопросов, поэтому у меня здесь горит желтым, что перепройти нужно. Это я скрины из своего кабинета делала. Когда вы зайдете в комплексное тестирование, то вы увидите, что у вас есть здесь, вы можете протестировать себя, как базовый уровень финансовой грамотности, помните, да, то есть вот он базовый уровень компетенции, а вот он продвинутый уровень компетенции. И здесь тесты уже разработаны под базовый уровень и под продвинутый. В комплексном тестировании 36 вопросов. Если вы хотите тестироваться по отдельным темам, ну, я вот такую небольшую табличку составила, то есть как вы себя можете продиагностировать по предметным областям. Причем обратите внимание, вы можете на этом сайте пройти тестирование, а можете пойти на портал, допустим, «Хочу, могу, знаю», там отдельные тесты тоже, но уже ближе к вашим ежедневным потребностям. Здесь все-таки на портале ваши финансы с точки зрения именно финансовой компетентности и вашей работы как учителя. Я сейчас не говорю о педагогах дошкольного образования, здесь именно педагоги школы могут протестировать своих учеников. Педагоги дошкольного образования могут просто протестировать свой базовый и продвинутый уровень финансовой грамотности. Кроме этого, и в регионах, и на уровне России проходят часто и финансовые диктанты, и тесты по финансовой грамотности, организуются различными и Банком России, и Центром по развитию финансовой грамотности, и Ассоциация развития финансовой грамотности тоже. Организаций сейчас очень много, и Минфином в рамках своих региональных центров. То есть вот эта табличка, я думаю, вам будет в помощь, как протестировать себя, там по 10 вопросов в каждом тесте по различным направлениям предметной области. То есть чтобы преподавать финансовую грамотность, я все-таки призываю, что мы сами должны быть финансово грамотными, и прекрасно понимать информацию о грантах. Вот давайте я вам ссылочку сброшу. Давайте немножко прервемся. Я на свою группу, сейчас, секундочку, вот она финансовая грамотность. Ну посмотрите, там за апрель месяц я сбрасывала много информации, то есть приглашаю вас в наше сообщество. Оно больше такое информативное, чисто вот как с моей точки зрения, пока это волонтерство, вот я как бы работаю в этом направлении. Это на Контакт, а это на Фейсбук. Я вам сейчас пришлю, у нас две группы. Посмотрите, пожалуйста, очень много мероприятий. Сейчас из последних мероприятий что идет? Это Олимпиада по финансовой грамотности от УЧИРУ. Ну вот прям рекомендую вам даже, ну не хотите детей привлекать, зайдите, бесплатная Олимпиада, зайдите, зарегистрируйтесь и пройдите. Просто очень, ну я даже не могу слово подобрать, да, классное, скажем так, задание, потому что я в восторге именно от методистов проекта УЧИРУ для детей, как они умеют придумывать задания. И именно по Олимпиаду по предпринимательству финансовой грамотности она поддерживается. Да, ссылки в таблице тоже будут активны. Я, по крайней мере, проверяла, да, у меня в презентациях практически везде ссылки должны быть активны. Но если вдруг не активны, ну придите в группу, исправим, я там тоже презентации вывешиваю всегда. Итак, смотрите, мы говорим о том, что у нас с вами, чтобы придумать какие-то интересные задания, как провести уроки, то есть база, мы должны знать, что мы преподаем, да, то есть любая программа повышения квалификации преподавателей начинается с того, что мы должны либо самостоятельно, либо в рамках этой программы изучить вот эти основные предметные области финансовой грамотности. Вот вы можете себя протестировать. Если у вас не хватает знаний, идете, первое, да, куда можно пойти? Федеральные методические центры. Я говорю сейчас о бесплатных программах повышения квалификации. На федеральных методических центрах, высшей школы экономики, финансового университета, Российской академии народного хозяйства, Лихановской академии. То есть вы на любом из этих направлений можете записаться на программу. Можете записаться на программу на сайте Банка России. Есть университет Банка России на портале, вот я дальше говорю, финансовая культура. Дальше, проект вашей финансы. У нас тоже есть курсы на портале «Хочу, могу, знаю». Тоже множество материалов. То есть, ну вот самое простое, да, зашли на портал вашей финансы, вот она ссылочка, есть базовый вводный курс. И здесь есть краткие статьи, что такое деньги, что надо знать об экономике, чем живет человек, да, то есть его жизненный цикл. Очень краткая информация есть. Привожу. Портал «Финансовая культура». Смотрите, обратите внимание, все о финансах. Раздел вот здесь у меня вывешен именно статьи тоже. Что такое деньги, финпланирование, накопить, сохранить и так далее. То есть заходите по этой ссылке, вы попадаете на ресурс именно образовательный. Кроме всего прочего, на каждом из этих сервисов есть, обратите внимание, вот я выделила преподавание. То есть для преподавателей вы заходите, вы можете найти здесь вот на этом портале справочные материалы для преподавателей. Можете найти основные парциальные программы «Банка России» для дошкольных педагогов. Обзоры у меня в группу приходите, там есть, ищите в постах, там уже больше 500 постов за год накопилось с разными обзорами. Вы можете найти здесь учебно-методические комплексы для учителей и для преподавателей среднего профессионального образования. То есть зайдите, поройтесь вот в разделе преподавания. Там есть и методички, и справочные материалы, и ссылки на университет «Банка России», на основной курс по финансовой грамотности. Но только единственное, там нужно пройти, зарегистрироваться и приступать к обучению. То есть вы можете, я не даю какого-то одного направления, вы можете обучать себя самостоятельно. Кроме этого, да, вот портал «Хочу, могу, знаю» здесь есть. Есть спецпроект «Российская школа», «Экономическая школа» по личным финансам и масса других проектов. Сейчас практически каждый банк, ну, начиная со Сбербанка, разрабатывает свои образовательные программы по финансовой грамотности. Проект Сбербанка – это фонд «Вклад в будущее». Так, сейчас ссылочку можно тоже на него, но вы в группе его тоже найдете. «Вклад в будущее» Сбербанка – очень интересный. Так, ну, не смогу сейчас быстро найти, приходите в группу, у нас очень много обзоров. Там есть отдельный проект, именно «Финансовая грамотность» и есть, опять-таки, проект для волонтеров детских домов. Можно вступить в этот проект и тоже получить и образовательные материалы, и стать волонтером именно «Финансовой грамотности». Кроме этого, кроме этих проектов, да, идем дальше. Я так смотрю на время, хочу вам много так обзорно дать, но попытаемся успеть. То есть, смотрите, еще раз подведем итоги. Вы можете самообразовываться, не обязательно идти на какую-то программу повышения квалификации. Вы можете именно изучать базовые предметные области в бесплатных программах, которые на основных порталах проекта повышения финансовой грамотности. Это Минфина – ваши финансы, это Банка России – финансовая культура и совместный проект, вот портал «Хочу, могу, знаю», там и Роспотребнадзоры, пенсионные фонды, и страховые компании. Если интересно, это может быть, допустим, программа Банка России «Вклад в будущее», там очень много образовательных материалов. Это может быть программа, допустим, «Хоумкредитбанка» и так далее. Очень много программ и бесплатных курсов. Если вы хотите там, я не знаю, финансовую грамотность с уклоном в инвестиции, любой брокер сейчас вывешивает бесплатный курс по финансовой грамотности. Не буду сейчас рекламировать, да, в банке. Очень много интересных курсов. Заходите в группу, мы там обзоры делаем. Идем дальше. Второе, дальше, следующие компетенции преподавателя. Чтобы интересно преподавать, нужно уметь сначала это все прописать в программах. Как бы это скучно и нудно не было, но мы все-таки работаем в рамках законодательства, в рамках образовательных стандартов. То есть у нас есть в ГОСы, у нас есть примерные образовательные программы, у нас есть образовательная программа в целом нашей организации, то есть это ДОУ, либо это школа по разным уровням образования. Ну и, соответственно, уже спускаемся к себе. Это рабочая программа. И желательно, чтобы в УП образовательной организации и в рабочей программе был учтен региональный компонент. Что такое региональный компонент? Тоже очень много разных уже разработанных программ с региональным компонентом. Ну, например, история вашего региона, там монеты вашего региона древние, да, то есть можно включить какие-то обзорные экскурсии, ну, либо просто видеоэкскурсии, если в ваших музеях есть эта информация. Ну, например, вот в Ставропольском музее, я из города Ставрополь, у нас есть выставки по деньги, да, то есть древние деньги. Можно детей привлечь. То есть, ну, немного уклон именно в историю региона. Это можно сделать интересно, это можно викторины устроить. Можно посмотреть примеры, да, как историческое путешествие такое по деньгам. Это портал тоже Банка России, музей Банка России, музей денег Банка России. Проводит как очные, так и онлайн-экскурсии различные. То есть здесь, ну, вот в такой последовательности нужно изучить материалы. Ну, кроме этого, да, закон об образовательной деятельности, конечно, обязательно. И чему же мы учим? Как мы узнаем, чему мы учим? Ну, для тех, кто у нас уже присутствовал на разных вебинарах, мы об этом уже говорили. То есть идете в методические рекомендации для, и сейчас мы говорим о дошкольниках, для программы именно дошкольного образования в части экономического воспитания, разработанной Министерством просвещения. Знакомитесь с этими метод-рекомендациями. В этих метод-рекомендациях есть отдельно две таблицы для того, чтобы, чему обучать именно дошкольников. Причем дошкольников старшей группы и дошкольников подготовительной группы. Отдельно расписаны термины и что должны дети знать. Я здесь вот, ну, как бы чему учим? Общее такое базовое направление. Но вы идете, изучаете метод-рекомендации. В этих же метод-рекомендациях есть полностью обзор всех программ, начиная там, ну, с 2007 года, которые вообще разработаны, ну, и ссылки на них в рамках вот программы повышения финансовой грамотности. Очень много интересных программ, которые реализуются уже много лет, которые опробированы. Ну, например, программа про кота Белобока. Я думаю, что многие из них знакомы в Волгоградской области. Основная программа, на которую можно ориентироваться, и она в свободном доступе, и программа кота Белобока тоже в свободном доступе. Это примерно парциальная программа Банка России для дошкольников. Вот на портале финансовая культура. Там и сама программа, и методички, и раздаточный материал тоже вы найдете вот по этой ссылочке. Вы это изучаете и смотрите, что вы можете применять в вашем, в вашей практике. Как у вас разработана вообще программа, образовательная программа вашего дошкольного учреждения. Включены ли туда часы по финансовой грамотности. Так, сейчас секундочку. Куда я убежала? А я вроде бы вставляла. Так, ну тогда более полную, да? Потеряла один слайд. Ну не буду уже возвращаться по времени, я не успею. Итак, вам нужно обратить внимание, смотрите, когда мы говорим о вашей образовательной программе, вот ОП образовательной организации, что вы включаете, какие часы, и сколько часов будет в рамках основной программы образовательной отведено для финансовой грамотности, и сколько будет в рамках регионального компонента часов отведено для финансовой грамотности. Ну вот прямо-таки обидно. Мне, да, но в одном из предыдущих вебинаров Я говорила об этих программах, это был ноябрьский вебинар. Сейчас, секундочку, если я найду. Так, не найду, все закрыто, презентация. То есть по структуре программ мы и по ссылочкам. Случайно удалила слайд. Но давайте так, вы зайдете в наши группы, и я полный слайд добавлю в презентацию, пересохраню этот слайд. И в группах вы найдете слайд полный со ссылочками на примерные программы, которые разработаны педагогами по дополнительному, именно для АДО, для педагогов дошкольных образовательных организаций. Примерные программы Банка России и метод рекомендации по ссылкам есть. И как же мы обучаем. У нас были, буквально в прошлый вебинар, у нас были технологии обучения, мы рассматривали сказки, мы рассматривали различные интерактивные технологии обучения. Давайте перейдем для дошкольников. Что мы можем, с чего мы можем начать. Одна из основных тем, с которой мы знакомим дошкольников, это труд. И естественно, вы уже проводите, независимо от того, изучаете вы финансовую грамотность или нет, вы знакомите детей с профессиями, с профессиями различными. Здесь приведены такие интересные, которые интересны. Но кроме этого, в практике педагогов я была в апреле на вебинарах дальневосточных Банка России, где практикой делились педагоги, что же они применяют в практике именно работы с детьми. Так вот, они, кроме игр, просто спектаклей, знакомства с профессиями, они устраивают экскурсии. Допустим, если вы не можете устроить экскурсии куда-то вне сейчас детского садика, все, что связано с пандемией, можно устроить экскурсию внутри детского садика, познакомить, допустим, старшие группы, либо группы уже подготовительные с чем. У вас в детском саду какие есть блоки? Это один из основных и самых интересных блоков, это блок питания. То есть как же готовится пища, кто ее готовит. Можно сделать экскурсию в столовую, немножко рассказать, показать. Можно сделать экскурсию в медицинский пункт. Можно сделать экскурсию в бухгалтерию. То есть познакомить с основными профессиями именно в самом детском саду. Некоторые воспитатели делились допандемийной своим опытом, говоря о том, что они просили родителей. Еще одно из основных направлений взаимодействия, особенно в детском саду, это работа с родителями. Правильно? И по финансовой грамотности, здесь у нас было проектирование основ финансовой грамотности, как раз таки. Обратите внимание, ссылка и запись вебинара есть на YouTube-канале Директ Академии. Если вы пройдете в записи вебинаров, найдите, пожалуйста, его. Ну, либо проходите в нашу группу, там за ноябрь месяц посты, там обязательно ссылка на эту запись была. Итак, когда мы взаимодействуем с родителями, то, изучая семью, мы говорим тоже о профессиях. Как можно здесь интересно подойти? Можно попытаться, ну, вот опыт педагогов дошкольного учреждения, да, тоже из практики уже внедренной, это когда педагоги рисуют комиксы с родителями совместно о профессиях, да, то есть делают какие-то фото, может быть, там с работой родителей, и делают такой интересный комикс «Мои родители», «Профессия моих родителей» и так далее. Ну, это как идеи для вот освоения именно вот этой тематики. Можно сделать интересные там плакаты, можно в электронном виде сделать, можно сделать презентации. Все будет зависеть от того, как у вас устроена работа, да, взаимодействие с родителями. А некоторые родители даже проводили экскурсии, ну, вот родители, работающие в банке, проводили экскурсии с детьми в банк, кто-то там работает на заводе, но это уже зависит на личных взаимоотношениях, да, то есть вот такие экскурсии. Либо в рамках программ повышения финансовой грамотности в вашем регионе, от Министерства образования, от Института развития образования, может быть, какие-то мероприятия тоже проводят. Ну, я надеюсь, что мы скоро выйдем вот из этой изоляционной уже вот окончательной среды, и все-таки у нас будет более открытое общество, где детей можно провести на какие-то интересные такие экскурсии. Причем экскурсии можно, конечно, и дошкольникам, и младшим школьникам, я думаю, тоже интересно. Старшим школьникам уже, конечно, интереснее банк, биржа, ну, какая-то страховая компания и так далее. Кроме всего этого, да, что у нас? Игры. Ну, вот одна из интересных игр – натуральный обмен. Ну, попробуйте в вашей группе, да, то есть чтобы дети как бы погрузились вот в те проблемы начала развития вообще денежной системы, когда не было денег. И чтобы получить какой-то желаемый продукт, желаемую вещь, нужно было осуществлять обмен. Причем может быть не одним этапом, да, а несколько этапов. Вот опять вернусь к Олимпиаде УЧИ.ру. У них очень интересное задание по обмену, когда нет денег, но нужно получить какие-то вещи. И нужно совершить несколько этапов обменов, чтобы получить желаемые вещи. Очень интересно построено. И вот на базе, там до 17 мая эта Олимпиада работает, доступно. Поэтому я думаю, что вот посмотрите просто, вам тоже будет интересно, можно использовать в своей практике, потом сделать такую небольшую игру, как совершить обмен со своими дошкольниками. Дальше изучение монет, банкнот, пластиковых карт. Я думаю, что старшим дошкольникам, ну, интересно, да, игра. Какие у нас могут быть игры? Магазин. Можно, ну, я не знаю, на родительском собрании, опять-таки, если вы их сейчас проводите очно, устроить какой-нибудь конкурс, где вы делите там на команды и говорите, что нужно вот столько-то денежек есть. Причем это нужно, конечно, под возраст детей, да, то есть, ну, там, я не знаю, цифры до 10, если дети умеют считать. Ну, вот какие-то монеты, какой-то набор продуктов нужно купить, нужно сходить в магазин, купить вот такую-то корзину продуктов, сформировать. То есть, вот мы спускаем финансовую грамотность именно на базовый уровень, на уровень детей и руководствуемся, естественно, обратите внимание на метод рекомендации, еще раз говорю, там все-все прописано. Если вы хотите, ну, игру, не просто игру, а именно игру-приключения, можно прямо сказку создать, да, то есть, можно подобрать сказки, идите смотреть видео нашего прошлого вебинара, то есть, посмотреть на сказки с точки зрения финансов, и самим создать такое приключение детям. Можно вот квесты предлагают многие авторы, как накопить на игрушку, да, то есть, попробовать детей, все-таки попробовать преподнести материал с точки зрения этой темы, какая у нас доходы и расходы, то есть, это наше желание, это наши потребности. И вот, конечно, это опять-таки во взаимодействие с родителями, как в семье идет финансовое воспитание с точки зрения карманных денег, да, потому что накопление – это уже карманные деньги. Так вот, исследования экономистов говорят о том, что дети начинают учиться управлять финансами именно в тех семьях, где есть выделение, безусловное выделение каких-то карманных денег. Пусть это будут, может быть, подарки там в виде денежных средств, может быть, это будут просто какие-то, ну, маленькие суммы денег для дошкольников. Ну, каждая семья, конечно, решает этот вопрос по-своему. Но еще раз, вот это ваша задача, как педагогов, донести до родителей, да, что пусть там даже 50 рублей в неделю, но ребенок начинает пытаться осознавать, да, что у него есть свои деньги, и он может их тратить по своему усмотрению. И уже к школьному возрасту, к младшему школьному возрасту, он приходит с тем, что у него, как бы, вопрос копить ему или потратить на какие-то удовольствия. Да, он может много раз срываться, тратить там на сладости эти деньги, но, тем не менее, у него уже такой вопрос в голове будет созревать, что он может накапливать, если он сейчас откажется, то есть от каких-то, скажем так, удовольствий ежедневных, то он может накопить на какую-то финансовую цель. И вот когда ребенок переходит вот этот порог, и он умеет ставить финансовые цели, и тем более достигать их, пусть они будут маленькие, какая-то игрушка, не знаю, какая-то книга, ну, либо там поход в кино и так далее, ну, тоже, но это накопление именно с точки зрения ребенка, это первый шаг именно к управлению своими финансами и именно первый шаг финансовой грамотности. Кроме этого, есть масса разработанных мультфильмов и видео, мы тоже об этом говорили в наших вебинарах, какие-то мультфильмы. Если вы зайдете в нашу группу, то вы там кнопочку увидите в меню группы, это ВКонтакте, презентации и мультфильмы, и там есть ссылочка на нашу онлайн-доску с материалами по теме «Дети и деньги». И там практически все мультфильмы, которые по этой теме есть, они есть в этой ссылке. Куда еще хочу вас направить по материалам? Можете пройти примеры сценариев игр, занимательные ребусы и так далее, но еще хочу вас направить. Так, давайте я вас направлю сейчас, сейчас я вам ссылочку дам, на образовательный проект ПАК, и здесь есть вот такое направление «Кинопак». Сейчас я вам ссылочку прямо в чат пришлю. Посмотрите, пожалуйста, это с точки зрения мультфильмов. Там, во-первых, есть для школьников разных возрастов финансовые сказки, видеосказки, именно видеофильмы. А есть все фильмы о смешариках, финансовая грамотность, но не просто ссылки, мы это и на Ютубе можем найти, бесплатный доступ, а именно ссылки на инструкции для родителей и для преподавателей. То есть как использовать мультфильмы в своей образовательной деятельности, именно если вы хотите говорить с детьми о финансовой грамотности. Почему? Потому что те же смешарики, те же там, допустим, фиксики рассматривают темы, которые достаточно сложные. И не все дети, даже я сужу по своей дочке, вот даже в первом классе могут понять все серии этих мультфильмов. Поэтому разработаны именно инструкции, то есть как работать с детьми. И еще есть интересный мультфильм, это единственный такой интерактивный мультфильм, где принимая то или иное решение, просматривая мультфильм, там в самом мультфильме внутри есть вопросы, как ребенку поступить, то есть как поступить бобренку. Это фильм про бобренка, там 12 серий этого фильма. И в каждом фильме есть развитие событий в зависимости от того, какое решение примут дети. Тоже очень интересно. И на нашей доске тоже это есть. Ну и очень много программ. Еще раз говорю, заходите в наши группы, знакомьтесь с материалами, задавайте вопросы. А теперь для школьных учителей, направлю немножко школьных учителей тоже, по структуре рабочей программы. Опять-таки это в ноябрьском вебинаре мы подробно разбирали. Я сюда вытащила только один вот такой слайд. Смотрите, когда мы говорим о школьном образовании, мы опять-таки уже знакомимся с проектами, с новыми проектами в ГОС, и в них уже прописаны все направления обучения финансовой грамотности в различных дисциплинах. Но на что мы обращаем внимание? Мы можем в рамках дисциплин, если мы говорим о школе, в рамках школьных дисциплин и можем разработать программу как внешкольное обучение, то есть это в рамках классных часов, в рамках кружков различных. Но на что обращаем внимание? Вот я вам тут ссылочку на журнал сбросила, на статью «Как подготовить качественную рабочую программу». Очень интересная статья. Конечно, этот журнал в платном доступе, но если вы бесплатно зарегистрируетесь на Актионе, то у вас там три дня есть для изучения материалов. Я думаю, что этот журнал интересен будет методистам именно школьным и дошкольным. Структура программы обязательно, на что по новым в ГОС должна быть направлена? На функциональную финансовую грамотность. И, например, я класс проводил, Яндекс.Учебник проводил, Олимпиады по функциональной финансовой грамотности для учителей. Там до сих пор остались материалы. Еще раз говорю, приходите, знакомьтесь с предыдущими вебинарами и презентацией. Они тоже есть в группе ВКонтакте и в Фейсбуке. Там все ссылочки можете найти. Это кому интересно дальнейшее направление функциональной грамотности. То есть обращаем именно на метапредметные взаимодействия детей в рамках финансовой грамотности. Допустим, школьники, идя по той метапредметным нашим темам, доходы и расходы, что должны знать младшие школьники? Естественно, они уже должны отличать личный бюджет от семейного бюджета, знать, как формируется семейный бюджет и уметь управлять личным бюджетом. И, естественно, должны знать основы финансовой безопасности, потому что многие школьники имеют уже свои пластиковые карты. У них деньги, да, то есть на покупку там в школьном буфете каких-то вещей. Они могут в интернете что-то покупать. Если у них есть онлайн уже банк, допустим, то обязательно именно финансовая безопасность одна из тем, которая подключается к теме финансовой грамотности. Чем старше школьники, тем им интереснее уже, как зарабатываются деньги. Могут ли они открыть там свои накопительные вклады? Обратите внимание, да, что вклады могут осуществляться с 14 лет, а кредиты могут получать с 18 лет. То есть вот на этом заострить внимание. И уже больше интересны, конечно, банковские темы, что такое вклады, кредиты, что такое накопление, то есть как осуществляются инвестиции и так далее. То есть информацию о том, какой опыт внедрения финансовой грамотности в школах вы можете найти вот на сайте Федерального методического центра по финансовой грамотности. Я сразу вам сделала ссылочку на методический банк этого центра. Но вы там же можете найти программу повышения финансовой грамотности для школьных учителей. Там открыто с июня для отдельных областей. Я думаю, что можно получить там консультацию, как вам записаться на эту программу. Это имеется в виду для школьных учителей. И в каком формате преподают финансовую грамотность? Очень много материалов. На сайте образовательного проекта ПАК. И вот здесь форматы. Именно с точки зрения различных игр, интерактивных лекций, станционных игр, вы найдете именно вот по этой ссылочке. Зайдете на форматы и там найдете эту информацию. Для младших школьников еще, я еще раз говорю, ссылочки там на различные игры, порталы и так далее. Куда я вам еще рекомендую пройти? Вот у нас в группе очень много было обзоров игр по финансовой грамотности для различных возрастов. И прямо ссылочки на материалы. То есть на портале, допустим, финансовая культура, вы можете скачать игры с раздаточными материалами для разных возрастов, а можете пройти на электронные игры. То есть игры в браузере, на портале есть. Координаты. Ну, если вы смотрели, Оксан, если вы смотрели, у меня там есть электронная почта, вот там на второй страничке презентации, там есть координаты. Приходите к нам в группу, добавляйтесь в группу ВКонтакте и в Фейсбуке, и вы не потеряетесь точно, потому что вы можете всегда написать сообщение. А можете просто на электронную почту, на второй странице презентации, там моя электронная почта приведена. Смотрите, вот картотека игр по финансовой грамотности для младших школьников. Есть на сети порталов. Есть игры «Приключения не в деньгах счастья». Еще раз вас призываю. Вот основные порталы я вам уже дала. Это портал «Финансовая культура», там есть игры. Портал образовательного проекта «Пакт» и очень много материалов именно на портале методического центра по финансовой грамотности высшей школы экономики. Это все, что касается школьного образования. На финансовой культуре для дошкольников. Приходите в наши группы. У нас очень много материалов, именно обзоров разных игр и разных практик внедрения финансовой грамотности в разных доу. Это в группе, ну еще раз говорю, вот все ссылки сюда в одну презентацию мне было сложно добавить. Что мы говорим для пятых-седьмых классов? Посмотрите, ссылочка на комплекс. Вот буквально на этой неделе делала обзор вот этого комплекса подвижных игр для детей, младших школьников, ну там до седьмого класса. Вот здесь на Яндекс.Диск есть. Мобильное приложение «Монеткины», «Финзнайка» для разных возрастов. Так, группы, ну давайте отвлекусь. Сброшу еще раз. Вот скорее всего вот сюда приходите, потому что если воспитатели, нас больше всего вот здесь, да, дошкольных педагогов. Я по опросам групп. Если что-то интересное, ну я пытаюсь дублировать и в Facebook, конечно, информацию, но не все. Если для Доу, то все-таки больше информации в нашей группе ВКонтакте. И у нас там больше всего сообщества. Смотрите, можете детям рекомендовать вот такие мобильные приложения, они достаточно интересные. Монеткины, «Финзнайка» там с 6+, есть и есть с 8+. «Для библиотекатрии специализированное…» Не взяла я в эту презентацию, да, есть в моих презентациях, но давайте я как бы для библиотекатрии. Вот не включила я в эту презентацию отдельно для библиотекатрии, но зайдите для библиотекатрии. Куда? Зайдите, пожалуйста, на сайт Ассоциация финансовой грамотности, развития финансы, АРФГ, финансовая грамотность, сейчас Ассоциация развития финансовой грамотности и проекты. Сейчас посмотрим. Так, вот это мероприятие. Дни в образовательных. Не могу сейчас прям так сразу. Новости, конкурсы. Вот он, есть, но я не помню. Сейчас, извините, что отвлеклась на вопрос, да? 13 марта, та-та-та-та-та. Вот давайте я вам вот сюда дам ссылочку для библиотекарей. Все-таки на сайте Ассоциации можете там ознакомиться. Там был про... Он ежегодный, этот конкурс будет проходить. Ну вот последняя информация по конкурсу. Можете сюда пройти, посмотреть. И еще раньше был, я сейчас тоже не буду вас обманывать, на портале Дружи с финансами. Тоже был раздел для библиотекарей. Но сейчас портал полностью переделывается. Поэтому не буду пока вам говорить. Заходите в группу. Я буквально в ближайшее время давайте тогда сделаю какой-то обзор для библиотекарей. Пост в группе создам. Куда вам можно пойти? Какие программы есть интересные именно для библиотек? Так, для 5-7 классов кратко обзор, да? И для школьников, что может быть? Смотрите, метод материала для учителей. Я думаю, что интересный вот онлайн-квест был. Не знаю, развивают его сейчас или нет по финансовой грамотности, финансовый детектив. Дальше. Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности. Он проходит сейчас. Вот проходите по этой ссылке, регистрируйтесь. Разбор кейсов там есть. Там есть вебинары. Там очень много интересного. Подключайте ваших старшеклассников. Еще есть интересные экономические олимпиады. Я думаю, в каждом регионе проводят экономические олимпиады. Особенно для выпускников это будет интересно, потому что это были баллы для повышения прохождения в ВУЗы, да? То есть повышение баллов, плюсы к ЕГЭ были. Тоже узнавайте в ваших местных институтах развития и образования по регионам. Здесь вот из браузерных игр финансовая игра «Портфолио». Еще какие обзоры у нас игр были. На сайте Сбербанка финансовый вклад в будущее очень много игр. И одна из игр – это мобильное приложение «Вклад». Можете прямо через поисковик задать «Вклад» и скачать эту игру. И поиграйте сами. Я думаю, любому взрослому интересно. Мне тоже было интересно. Там суть игры в том, что вы управляете своим домохозяйством, то есть своими финансами, но с заданными условиями. У вас есть какой-то бюджет, и вам нужно совершить какие-то действия, чтобы пройти 10 шагов и достичь какого-то благосостояния. Причем благосостояние у нас измеряется не просто финансами. Вы можете быть миллионером, но при этом быть несчастными, если вы экономите буквально на всем. Поэтому любая игра, и вот «Портфолио» в том числе, и на портале «Хочу, могу, знаю» игры, они направлены на то, чтобы не просто достичь благосостояния, а достичь именно счастливого благосостояния. Старший возраст. Вот смотрите, для старшего возраста, мы же сейчас для школьников, в основном для детей рассматриваем, для старшего возраста есть отдельно разработанные, Мария, программы для старшей целевой аудитории. Ну давайте через группу, присоединяйтесь, да, я поняла, что пользуясь случаем, присоединяйтесь в группе ВКонтакте и прямо сделайте запрос через сообщение, там даже можно получить консультацию, хорошо? Я вам скину ссылочки тогда уже конкретно на программы для старшего поколения. Почему? Потому что это будет больше для взрослой аудитории. Здесь вы можете сами изобрести, но есть отдельно разработанные программы. Там и как, причем в Фейсбуке я сбрасывала, там есть группа для 50+, или даже 80+, вот я для них сбрасывала материалы, то есть мне нужно найти, я тогда сброшу, сейчас не смогу вам прям сразу. Поэтому приходите в наше сообщество, еще раз говорю, оно у нас в принципе для всех, то есть я обозначила ВКонтакте для педагогов и родителей, и вот именно по мошенникам, как бабушкам противостоять мошенникам, есть отдельные пособия, можно прямо вот поделиться. Для детей с ОВЗ, смотрите, есть материалы на портале Федерального методического центра Высшей школы экономики по финансовой грамотности, и есть, кажется, на портале для Сбербанка «Вклад в будущее». Тоже смотрите, вот два таких основных портала, именно которые вот с детьми-сиротами и с ОВЗ. И еще недавно где-то я делала обзор, тоже пост какой-то был в группе. Да, у нас, знаете, что было? У нас была в группе статья, как переработать программу про кота Белобока для детей именно с ОВЗ. Зайдите, буквально в начале мая эта статья там со ссылочками, и совсем была в группе и ВКонтакте, и в Фейсбуке. Приходите. Так, ну вот основной, наверное, такой обзор. Я попыталась сделать, но как разрабатывать игры, викторины, да, и самое интересное, я тут вчера набросала, вот можете еще пройти. Отдельно у нас была, в принципе, был вебинар по интерактивным технологиям и как работать. Не знаю, попробуйте. Вот я вчера там на Кахоте, такая беглая викторинка, чисто вот как можно сделать игру в различных сервисах. Вы можете зайти и там внизу нажать «Играть», ввести ваш никнейм и нажать на «Поиграть» и посмотреть просто, как можно бегло-бегло. Эту викторину буквально из имеющихся там вопросов, банка вопросов, создала в Кахоте вчера, ну, я не знаю, минут за 15, наверное. Просто, чтобы вам показать, что вы можете сами разрабатывать и зайдите на портал, вот именно как разрабатывать игры и как эти игры классифицируются. Очень огромный обзор и материалы на портале «Образовательный пак», вот куда я вам давала ссылочку. Есть еще вопросы? Если вопросов нет, да, я вас тоже благодарю за внимание. Спасибо большое. И приходите на наши следующие. Да, в записи обязательно есть все презентации. Записи вы можете послушать на YouTube-канале, ссылки на записи. И все презентации я всегда вывешиваю в группе, если вдруг у вас не получится скачать или с диска, или вот здесь с сайта вебинар. Спасибо огромное. Сейчас попытаюсь вот здесь вопрос вас добавить в группу. Так, Марина Еременко. В группу. Ну, еще раз, давайте я ссылочку на группы дам, потому что сайт убегает. Приходите в наше сообщество. Так, сейчас я к чату вернусь. Вот основная у нас группа ВКонтакте. Приходите и задавайте ваши вопросы уже в группе. Я стараюсь отвечать, да, давать ссылки, консультации и так далее. Рада была с вами пообщаться. Интересные у меня сегодня слушатели, активные. Спасибо огромное за вопросы. Я думаю, что все у нас с вами получится. Главное всегда начинать с себя, да. То есть если я сам буду финансово грамотным, буду уметь управлять своими финансами, буду уверен в своем будущем, да, то есть что у меня, я знаю, что есть, допустим, финансовая подушка, я знаю, как зарабатывать деньги, то, конечно, и детям мы можем эту уверенность передавать. Ну, а плюс обучаемся еще методикам, именно обучения финансовой грамотности. Можете начать именно с того, что уже есть, плюс разрабатывать свои собственные какие-то игры, викторины и так далее. Всем огромное спасибо, финансового благополучия всем и уверенности в завтрашнем дне. Всего доброго, до следующей встречи.